как вас представить диджей файр фрус хакимов хороший человек можно джекса майкл джонович я не царь я фарзин фарзин значит ферзь ферзь значит премьер-министр а самая сильная фигура но не самое главное вы музыкант стараюсь по образованию я физик радиоэлектронщик хотя самое первое мое образование дождь до того как и закон школы я закончил музыкальную школу fire от слова огонь до эльфа я фая от слова у нас у каждого человека есть свои уменьшительно выскательные имена в действии меня зовут фирус здесь у меня назвали фира когда я стал диджеем если написал диджей фира а все иностранцы стали читать файл я просто отраспортировал ей получилось ну и благодаря конечно композиции скутера если начинал свой этот свой сет всегда файл и пошел от тех пор так пошло всем привет друзья вы на канале айрон кинг и сегодня мы в гостях у фируса хакимова который является диджеем фая и также является хорошим человеком и музыкантом фирус скажите пожалуйста сколько процентов вашей жизни занимает музыка сейчас я могу точно это сказать наверное до того как как я женился до 98 года она занимала 60 процентов моей жизни теперь занимает 40 когда родились здесь дети уже так у меня воспитание детей стоит на первом месте так как свое музыкальное все что можно было сделать в музыке я считаю что сделал немало поэтому сейчас я думаю 30 70 процентов у вас сам на семья я хотел бы этот если скоро будет у нас такое общество общество подкабушников таджикистана вот я буду баллотироваться в президенте потому что женился по любви это влюбился это был девяносто четвертый год вот девяносто четвертого года я до сих пор являюсь иду парил как любви уже почти 23 года полет нормальный а были моменты когда вам было очень плохо и вы себя успокаивали музыкой играли на гитаре например создавали так это постоянно я из-за этого стал музыкантом это была моя первая любовь если все мои ровесники вспомнят 80-е года тогда был бум когда в каждом подвале был спортзал вместо штанг мы брали эти от авто от поездов эти шасси я пошел полную на карате у нас была великолепная школа в кёпшенька и вот мы все пошли туда я помню девочка мне в спарринге попалась она мне как мне вдых дала кик и после этого я думаю лучше заниматься музыкой сначала вот до 15 лет я уступал своим пацанам своим ровесникам потому что они все качались все они занимались я был маленький щупенький но когда я уже научился играть я даже помню эту песню она называлась пачка сигарет я помню первая песня это первая песня которую покорила в моем исполнении когда я помню сыграл там та-та-та и все это тело я пошло да конечно царство ему небесное любом тогда я думал дай бог здоровья потому что когда я сыграл пачка сигарет все все вот у нас во дворе каждый ведь как в детстве всегда каждый борется за лидерство сначала за лидерство потом за обладать за внимание женского пола естественно музыканты они были чуть-чуть попозже потому что спортсмены после того как у нас был брус ли шварценеггер в жан-клод ван дамм то есть все рекламировалось на все красивое тело вас кто мотивировал из меня больше всего мотивировал наверно вы не поверите андрей ростоцкий андрей ростоцкий снялся в фильме который назывался непобедимый у нас и здесь это фильм о создании борьбе самбу вот этот фильм он был очень сильно мотивировал нас это было до того как появился видел были мушкетеры и был пираты двадцатого это вообще грех не посмотреть я думаю мое поколение все он вот кто родился в 70-х годах пираты двадцатого века я думаю потом когда появился видео салон уже появились джеки чан это но это его трудно назвать бойцом ну появились вот стивен сигл когда реально уже видишь появился жан-клод ван дам который очень сильно отличался от брусли и всех остальных брусли мне если честно до сих пор напоминает как не куча караборти я не воспринимаю его как спортсмены хотя я вижу звуки и драки вы не используете в своем музыке постоянно есть такой стиль называется мистерия буф мистерия буф когда все приукрашено если плакать очень плакать если смеется алка если злодей то супер на многих театрах так это школа то что переигрывает это нормально это это школа которая имеет даже не одну тысячелетнюю историю вы говорили то что вы играли футбол это какие годы вы это был 82 по 89 год я играл на скуде с профессионального вот ну да я до шагового уровня я играл в детской сборной до 14 лет на позиции правозащитника я играл вот был огромный у нас вот почему не уголубили не я играл лишь дюшер при на стадионе спартак у нас тогда не было клубов у нас было дет детское спортивное общество то есть в одном дюшер который на встретил с дюшер была специально это был спартак общество спартак то есть от от спартака потом я перешел в кожаный мяч потому что было здесь я играл в команде смена смысле кожаный мяч это кубок у нас советский союз советский союз распределялся было 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 такое специальное спортивное общество куда входили все вот например при локомотиве при трудовых резервов а был было общество дворовых команд так называемый кожаный мяч в принципе друг другу они ничем не уступали но кожаный мяч это совершенно другая она за другие деньги бывает я переходил кожаный мяч и она уже команда набирались по житель по месту жительства то есть я в район от по району давно была команда смена же у 13 это вот наш район и в ней мы были чемпионами республики как вы подбирали себе путь они отличались как сейчас да это было вообще отдельная история в наше время были бутсы популярный adidas от паула братнера когда восемь втором году если кто-то помнит сборная италии стала чемпионом и сборной германии был паул брайтнер и вот выходили бутсы с паул брайтнер они стоили помню 25 рублей это четверть зарплаты моей мамы и папы вот ну в любом случае мы еще их красили зеленками я помню и у всех были мама как-то в спорттоварах увидела бутсы фирмы ботас это бутсы были у которых шипы шипы прикручивались к бутсам это было целый ритуал перед игрой встать я себе представлял что меня снимают как раз одевал но потом я отвечали да у меня были ботас и потому что паул брайтнер почти был у всех а у меня был ботас он был восьми же как сказать восьми шиповный и это помогало по всем слякоть а вот бегать я помню когда гисария я их использовал в чип-ту я потом пожалел правда что я купил потому что я один я сам по натуре не очень чистоплотный человек а это надо постоянно их откручивать смазывать и обратно делать а я один раз сюда после после игры устал в чип-ту вот этот город и они меня засалились потом я уже не смог открутить всем атлетам и любителям просто побегать знакома боль вызванная кардионагрузками и я не исключение наверняка вы не задавались вопросом почему именно так чем вызвана боль колено голеностопе и даже в спине причин может быть много удобная обувь неудобное место для пробежки и даже неправильная беговая дорожка как нам кажется но чаще проблема заключается именно в нас в нашей биомеханики и том как правильно мы бегаем как проверить себя и свою биомеханику все просто приходите в магазин adidas торговый центр шамбэ мол на третий этаж тут вы абсолютно бесплатно сможете пройти тест и выявить все недостатки вашего бега с помощью программы тест юран также вам помогут подобрать удобную для вас спортивную обувь которой вы сможете легкостью пробежать не одну сотню метров и подготовить свое тело пляжного сезона тест юран узнаете насколько вы правильно бегать получается так что музыка берет вверх вы перестали заниматься футболом музыкой вы не перестали когда я перед дело в том что как получится когда я стал заниматься футболом меня насильно заставили учиться в музыкальной школе потому что родители хотели чтобы я имел физическое воспитание у меня целая семья интеллигенты профессор папа хотел просто чтобы я в качестве эстетического восприятия закончил музыкальную школу они хотели чтобы я был ученым но вы смотрите если бы они вас отдали какой-нибудь вуз где вы стали вы дипломатом то я бы сейчас вас наверно лучше пони а когда вас дают музыкальную школу и говорят что высота рисовали статус это был восемь второго года тогда были другие ценности тогда мы жили в одной огромной стране и в душамбе никто не мечтал дипломатом потому что это было то же самое что и быть как космонавтом наш душамбе поставлял музыкантов архитекторов как мой отец математиков медиков но не дипломатов душам потому что для того чтобы пить учиться международным отношениям у нас ни один институт не имел такой факультет недавно вы были в казахстане где жюри в одном ты вышел ссылки вей старт да и один из таких скажем скандальных моментов было то что вы отдали казахскому певцу низкий балл и из-за этого ваш адрес были не корректный да я могу сказать я к этому очень нормально отношусь потому что когда человек не хватает интеллекта не хватает сил он начинает оскорблять другого человека понимаете я к этому сейчас я пока не описать но я посчитал так нужно дело то что там были специфические правила и что нужно было невозможно было всем ставить одни оценки одну оценку должен бы получать один вот в тот день попал у меня к вот мне показалось что хуже всех спит я выразил свое мнение потому что все равно кто-нибудь бы единицу от меня получил казахстан это естественно так как это было на территории казахстана пошли тут ну что могут сказать про таджика кроме того что только чем кому все ночью нашел просто такие комментарии до сказали чурка ты зачем сюда приехал а вы вам в лицо это говорить конечно одна женщина пьяная там ну в зале не никогда мужем и закончил зале стали конечно будить я к этому делам привык я прошу 90-е года пережил я знаю как разговаривать с неадекватными людьми тем более все с оружием в руках вот поэтому ну что я сказал иди проспись и все только человек кроме вас поставили ему единиц нет так не получается то есть только один да а дальше в этого остальника расскажу то есть есть градация оценок вот каждый на плиты по здесь и ты поставишь восьмерку последующий уже не может поставить восьмерку а понятно то зачем нужно шестерку понимаешь там такие правила это для того чтобы было этот не было договоренности в итоге получилось что он прошел ли он все-таки нет он занял четвертое место в общем там еще был наш таджик а он какое место занял он ну хотя первый тур он прошел да нет там не было туров это не был бы это не был конкурс вас как бы в понимании как конкурс это была телевизионная передача это был цикл телевизионных передач которые мы оценивались вот была страничка на сегодня вот современных хитах он великолепно если вы посмотрите в интернете исполнил композицию джон леджинта all of me это было все ему аплодировали потому что было английский язык для ему удобно дальше была сложность потому что было очень много было тюркских языков они между собой вот например казах может с легкостью петь на кыргызском языке татарин может легкостью петь на узбекском языке таджику немножко ну да потому что до дня тюркская группа и не тюркские были только две страны таджикистан это мы как персидсоязычная группа и грузия романская стали быть им было легче между собой план и вот из-за того что вот то же самое когда грузину попалась таджикская песня а он потерялся абсолютно дело в том что это абсолютно по произношению вот если нас сейчас заставит на проспеть на норвежском языке нам бы тоже очень трудно потому что или на финском то есть мы просто не привыкли только из-за этого была проблема у сафара давайте вернемся немножко в прошлое и вспомним легендарную мощную группу как форзин это было если я не ошибаюсь вы можете меня исправить забыла начало 2000 до начала века начало века может звезды нового века ваша роль в этой группе и почему получилось так что вы разбежались сейчас я скажу я мечтал о своей группе самого начала как я стал заниматься музыкой дело в том что развивался шоу-бизнес развивалась техническое оснащение и каждый раз у меня была группа я я переграл со всеми группами я был один из основателей группы пары играл группе а вестер потом группе во всех это да 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 мы сказали потом и я пришел в группу западный квартал это было андеграундная русскоязычная рок-группа туда же и пришел хабиб то есть он исполнял только каверы и только на английском языке а также свои песни только на английском принципиально это было андеграундная группа то есть мы не хотели ничего так получилось что мы сначала вдвоем у нас так что во первых у нас фамилия совпал и он хакимов и я хакимов во вторых у нас взгляды совпали потому что немножко уже даже тот стиль который мы играли он стал немножко я стал искать новые формы для себя появились много групп электронов такие как депешмо дип форест крафтверк именно они играли в рок-музыку но на синтезаторах инициатива создать группу фарзин это ваша инициатива или же нет мы все-таки двоем к этому пришли спонтанно да это все спонтанно было потому что группа западный квартал переживала маленький кризис с виду того что там кто-то где-то мы перестали петировать хабиб стал ко мне приходить мы стали вместе 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 а название я придумал но это опять же название это уже придумал давно давно фредди меркури с пятом году он назвал свою группу queen а мне было очень интересно эта группа я в честь queen назвал группу фарзин это одно и то же пик который вы чувствовали в то время это когда было после какой песни после доктори ван джи хотя мы вообще с хабибом на нее ставку не делали идея была я сейчас расскажу вот эта песня как родилась был мы с муракшу поехали в какой-то кишлак на свадьбу где были одни гармский и когда мы хорошо спел свои песни а естественно он был бадахшанский но в основном привыкли что памирцы за ним что нибудь играй мы стали играть песню есть ныскова знает нет мы стали песни celebratedja то-то-то-то-то то-то-то . а я взял и и у меня пальцы уже не дотягивали я уже делал то что у нас клавиши у кого-то вышла я на клавишем татата татата тата татата тататата вот это соло, которое Дутори Ванджи родилось, именно на этой свадьбе родилось. У вас были потом гастроли где-нибудь за Таджикистан? Да, мы в Германии выступали, в Америке, в Москве. За один гастроль сколько заработали? Примерно. Дело в том, что мы должны были заработать по 3 тысячи, но у нас проблема, дело в том, что мы поехали в гастроли 11 сентября 2001 года. Когда мы прилетели в Германию, вся Германия была в трауре из-за того, что в Америке бомбили эти самолеты. У нас просто из-за этого так получилось. Потом на следующий год я уже как диджей туда поехал. Удачно. Да, да. Вы сейчас как диджей, у вас бывают заказы, да? Да, я только за счет этого. Очень трудно заниматься в Душамбе одним делом. Вот у нас, именно у нас на земле говорят чиликунар камай. То есть, даже если ты можешь все делать, этого мало. Я монтаж видео делаю, потом я пишу сценарий, пишу рассказы, потом я преподаю в консерватории, преподаватель. И вот как-то вот эти все дела помогают мне жить, не воровать, не продавать наркотики, а заниматься любимым делом. Окей. Давайте вернемся к Фарзин. Почему все-таки распалась эта группа? Я скажу, потому что все планы, которые были построены, мы все добились. И дальше мы не знали, что делать. Мы хотели собрать стадион. Мы были первой таджицкой группой, которую собрали стадион. Сколько человек собрали? Там 25 тысяч, что ли, было ли? 20 тысяч. В Афонде? Да, стадион имени Фонде. Круто. Это какой год? Это был 2002 год. 25 мая. Мы были первой группой, которую дали сольный концерт на стадионе. Потом мы хотели сделать гастроли, записаться. Мы записали свой диск в Германии. На студии в компарации BMG, где выпускается скутер, где выпускаются наши звезды. Самый шумный вечер, который вы помните во времена пика Фарзина? Да, их было так много, поверьте. Это очень трудно, потому что, когда человек попадает... Это был казино. Наш казино Джоми Джамшет. Второй был концерт в Куляби. В Куляби концерт? Да, был концерт в Куляби на стадионе, где подбежали девушки и парни, захватили нас автобус, и мы не могли с места ехать, они поросили, чтобы мы еще раз пели, и стали качать автобус. Я реально тогда испугался. А какую песню они больше всего хотели? У нас же где дело? Мы брали не столько песню, мы были новыми. Во-первых, мы всегда выступали исключительно черно-синим в коже и в джинсах. Во-вторых, мы всегда там... Вахабиб всегда танцевал, пока ему кличку Педик не сделали, он всегда старался под Майкла Джексона. То есть, помимо того, что он пел очень хорошо, он еще старался двигаться очень хорошо. Второй такой же концерт был в Ригаре. В Ригаре тоже самое, нас окружили, мы не могли пойти. Был очень. Был в Курган-Тюбе, то есть у нас стадионы. Были и провальные концерты, вот Ленинабад нам так и не поддался. Худан. Да, мы сколько концертов там не давали, у нас всегда... Сколько собрали? Да там человек двадцать, тридцать, четыре пошли. Потому что там написали, мы пришли, везде написано, весь вечер группа Фариз. Мы пришли, вообще там и группа не Фариз, мы группа Фарзин. А нам говорят, какая разница, вы... Потом, когда май закончился, и вся толпа рынулась отдыхать с кассетами в Кайракум, на следующий раз мы уже приехали, мы сказали, нет, сначала деньги платите. И нам уже платили очень хорошие деньги. Сколько примерно? Ну, по тем временам можно было купить машину. Автомобиль. Хорошую машину? Не, не хорошую, но типа Opel... Ну, десяти тысяч. Не-не, десять тысяч таких цен вообще не было в 2002 году. В 2002 году квартира стоила две тысячи. Машина стоила... По ненешним ценам, то есть... Ну, если сравнить, там, пять тысяч... Пять тысяч, да, да. То есть мы очень много, что были первыми. Первые сделали это, первые сделали это. Первые сказали fuck you в песнях. И то это не вы сказали. Это просто я сэмпл взял с порнофильма. То есть мы были молодые, безбашенные. Сейчас мы бы уже это не делали. Сейчас хуже того. Мы вот свое творчество, которое мы слушаем, мы бы осуждали. Вы пришли и сказали Хабибу, что слушай, брат или друг, все, блин, мы с досыдей всего, что можно, давай завяжем. Нет, нет, нет. У нас, как сказать, любая дружба должна пройти три стадии. Это не я сказал, это сказано десять тысяч лет назад. Подвезда постели не дает. Нет. Это огонь, воды и медные трубы. Окей. Смысл? Это значит огонь. Это когда у тебя все горит, все лажа, мы это прошли. Воды, это когда все плачут. Мы это прошли, он потерял мать, я потерял мать. Медные трубы, это вот это и есть слава, когда ты идешь и тебе все. Мы все это прошли. Потом мы постарели. Наш стиль уже не стали. Когда уже нам стало по тридцать лет, нам было стыдно петь уже, например, песни, типа Джун Бон или Доктор Иван Дю уже было стыдно. Эй, капшкокай. У меня уже дети растут, я же не могу петь. Я своему ребенку запрещаю разговаривать вот так. И сам же со сцены. Эй, капшкокай. Это уже получилось как бы уже не так. И потом Хабиб стал сам творческой фигурой. Он решил поменять свой этот. Он раньше отвечал за это во има, а потом решил заниматься творчеством. И творчеством именно таким осмыслением жизни, философские трактаты. А я всегда был там за сторонником именно танцевальной музыки. Слушайте, я диджей и у меня всегда вот эта ритмичная музыка. Я вот сейчас преподаю в консерватории. У меня даже цикл лекций есть о том, что именно танцевальная музыка во все времена была двигателем, двигателем искусства. Это танцевальность. Но сейчас вы пишете танцевальные треки. Дело в том, что я сейчас миксую, да. Тут только для себя в качестве этой. У меня есть связи. Но я сейчас, как сказать, больше иду как композитор киношников. А в киношников это уже совсем другой. Это совершенно другой вид музыки. Выступаете где-нибудь? Да, да. Без Хабиба нет, но сам так. Только на закрытых вечерах и только за большие деньги. Смотрите, я наткнулся на... Хорошая фраза прозвучала. Сейчас сколько вы... За сколько вы участвуете, допустим, в одном корпоративе? Сейчас я вам скажу. Все зависит от корпоратива. Если это корпоратив, посвященный Новому году, это будет около тысячи долларов. Скажем так, вот месячная зарплата я за один день беру. Даже две месячные зарплаты. Это как бы... Если бывает, например... Это же... Как сказать? Это бизнес, он еще у нас не... Расценки нет. Иногда меня приглашают друзья, я выступаю буквально там за какие-то мелочи. Иногда меня приглашают правительство, посольство. Вот недавно я был там, на 24 километре. Там заплатили совершенно другие деньги. А что вы чаще всего вспоминаете, когда видите с ним? Какие моменты? Как сказать? Мы сейчас больше не вспоминаем, мы больше спорим. У нас сейчас до сих пор идет осмышление того, что мы расстались и... Почему мы расстались и почему мы сейчас никак не можем вместе пойти. Я давно для себя это решил. Что мы сейчас не можем, потому что не может быть... Любой школьник, нормальный школьник шестого класса знает, что два одинаково заряженных элементов всегда отталкиваются. Только плюс с минусом идет друг к другу. Два плюса, два минуса, они всегда будут отталкиваться. А мы сейчас стали два плюса, потому что у него идеи появились. Раньше все музыкальные идеи были мои, абсолютно все. Было ли такое, что вы пели под фонограммой? Постоянно. Насколько, по-вашему или же, как вы думаете, насколько грешен тот певец, который поет под фонограмму? Абсолютно не грешен. Абсолютно не грешен. Это не обман? Это абсолютно не обман. На сцене два человека. На сцене два человека. Хабиб поет вживую, я играю вживую. Но у нас оркестр, состоящий из 18 треков. Например, вот канал Iron King захочет, чтобы мы выступили вживую. Я скажу, хорошо, у нас в песне для того, чтобы исполнить просто песню, скажем, какую-нибудь, нужно минимум 6 человек. Каждый из них попросит по 100 долларов. Плюс мы, естественно, как мы певцы попросим по 200, по 300. И того, чтобы спеть одну песню, около 2000 долларов. То есть все вживую. В деньги. А потом у строителей говорят, хай ладно, вот по фонограмму хотя бы за 500 долларов спойте. И так они приучили наших людей. Хорошо. Окей. Это понятно. То, что вас заказывают, значит, нужно больше платить. Но когда вы ездите по гастролю, по республике, вы выходите на сцену. Ваша инициатива, правильно? То есть вы должны выступать под фанеру? Нет, 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 нет. Этот я вам сейчас скажу. Дело в том, что возьмем, далеко не будем идти. Окей. Давайте возьмем Худор Амати, Майкл Джексон. Любой концерт, когда вы его посмотрите, есть номера, где танцевальные номера, где просто невозможно. Например, песню Билли Джин он никогда не пел вживую, потому что ей надо танцевать. Обратите внимание. Никогда он не спел песню Бет вживую. Но пел вживую какие-то медляки. У вас были танцевальные? У нас только танцевальные. Хабиб всегда там, у него каждый вот эти танцы. Из-за этого у него и кличка нехорошая пошла, понимаете? Его стали обвинять в сексуальной ориентации. Просто из-за того, что он танцевал. Он исполнял свою песню как актер, он пытался показывать, что идет дождь. Он пытался пародировать того же Майкла Джекса, Таркана, Рикки Мартина. Так что, в принципе, когда все медляки мы пели всегда вживую. Хорошо. Три выступления, где вы выступили вживую? Все. Все выступления, где медленные песни, мы выступали вживую. Все свадьбы мы выступаем вживую. Что хуже для музыканта, когда он падает с пик популярности, лишь когда он уже не умеет, не может, точнее, играть на инструменты? Что для него хуже? Это очень философский вопрос, если честно. И на него невозможно ответить сразу. Это то же самое, что лучше, какой цвет лучше, белый или черный? Понимаешь? Очень много есть музыкантов, которые не умеют играть на инструменте, но при этом покоряют наши сердца. Не будем таджиков. Вот, например, скажем, Габриэла Маркис, которая написала песни в Бессонном Уфе. Давайте о наших поговорим. А наших? Хорошо. Поймут я, вы и... Ну, например, скажем, Худора Матим Мува Ракшо. Был такой привычный. Я с ним играл, я четко знаю. Он очень талантливый музыкант, от бога талантливый. Но и весь его талант был заключен в одной маленькой диапазоне. Он не мог расширять грань, как, например, тот же самый Далер Назаров. Если вы просто послушаете запись Далера Назарова, песню Чаки-Чаки Борон, или, скажем, песню какую-нибудь Маньори Туяма или Последний, где... Это абсолютно разные музыканты, это абсолютно разные... То же самое, как спортсмен, который качается только за счет этих вот белков, и то же самое, который, посмотрите, с белками, но правильно с белками качается, когда у них правильно трицепсы, бицепсы идут. Или эти наши накачали себе плечи и ходят... Как эти орангутаны? С шею. С шею еще, да. То же самое, правильно развиваться. Вот Мубуракшо, он был, как сказать, вот именно вот такой маленький. Он не играл круто на гитаре, скажем, как я, он не играл на гитаре. Он играл три аккорда. Как любой человек, который играет во двор, любой человек, который играл, вот сейчас на улице начинает играть, вот так же играл Мубуракшо. Он не развивался как музыкант. Но к нему приходило самое главное. К нему приходило постоянно вдохновение. Он каждый раз приходил, и он просто... Он начинал петь такие вещи, которые, если бы... Вот, например, если честно, только благодаря тому, что я играл с Мубуракшо, я написал песни Духтари Ванчи. Правда, что из-за того, что вы пели Духтари Ванчи, у вас были проблемы? Нет, это ложь. Это абсолютно... Никогда никаких проблем у нас не было. У нас были проблемы совсем по другим делам. Какие? Ну, это сейчас тоже лучше не говорить. За это еще до сих пор могут посадить. Лучше не надо. Там слишком большие люди были. Но ни в коем... Из-за песен у нас никогда проблем не было. А с чем связаны были эти проблемы? С тем, что вы... Тем, что мы были слишком популярны. Когда девчонки стали на нас уже... Парни стали придумывать. А что парни могут про других парней? Либо скажут, что он кунте, либо скажут, что он герщик, либо скажут, что он какой-нибудь там еще этот... В чем же заключается вот эта основная проблема в том, что наши музыканты, они не развиваются, и человеку стыдно говорить о том, что он слушает таджикскую музыку? А это тоже очень грамотный вопрос. Но я могу сказать, что этот вопрос не имеет национальности. Это везде так. Если вы поговорите с любым интеллигентом в России, он никогда вам не назовет российские группы. Даже сами рокеры, рокеры российские, свой русский рок называют говнороком. Вот он моргает свидетель. То есть это везде проблема. То же самое норвежцы не любят. Я был в Германии, я был в Израиле. Везде так. Это отношение идет как? Я сейчас скажу. Человек, когда становится разумным и крутым в понятии, когда он космополитичен. Что значит космополитичен? Когда он воспринимает все. И его вкус, если вы будете все время кушать плов, вас никогда не назовут гурманом. Согласен. Хотя плов является одним из самых питательных, одним из самых уникальных блюд. Потому что это одно из немногих блюд, которые и жарят, и парят, и варят. Но мы не можем никогда сказать, что плов это жемчужина мировой кухни. Пока мы не попробуем суши, пока мы не попробуем пиццу, пока мы не попробуем какие-нибудь лобстеры. Ну, смотрите, простой, вот абсолютно простой пример. Я, допустим, слушаю в наушниках то же самого Мугуракшу, Долера Назарова. И есть еще несколько певцов. И, как бы, когда меня спросить, я могу смело говорить о том, что я слушаю. Да, я слушаю Мугуракшу. А почему я не могу сказать то, что я слушаю, допустим, извини меня, Зикруло. Почему вот так происходит? А это специально, это клише. Это везде клише, когда вот то же самое вы не могли бы сказать, что я слушаю Форзин в 2004 году. Вот тоже так же, когда нас все стали слушать, и люди уже стеснялись, что слушали Форзин. Потому что уже вышли новые группы, появился рэп в Таджикистане, появился доктор Эмфер диджей, который мы создали. Я аранжировки делал всем. Я продюсировал первых рэперов. Вот. И уже тогда было. Нет, нет. Это всегда человек, когда человек слушает Папсу и читает Папсу. Он никогда этим не рисуется. Всегда рисуется изюминкой. Когда вы говорите, я слушаю Мугуракшу, вы говорите, я слушаю классик. Понимаете, я балдею от классика. Вы говорите, что у вас появляется вкус. И уже у вас сразу появляется, что... Дело в том, что в Москве вы не сможете сказать, что вы любите Стаса Михайлова. Вот вы уже смеешься. Я только назвал имя Стас Михайлов, ты уже смеешься. Хотя неплохой человек. Многие русские его очень приветствуют. Девушки, в основном девушки ограничены умом. Обрати внимание. Ну, а девушки, как говорится, мальзаковского возраста. Тем более. Еще и не устроены в жизни. Так что... У вас в Фейсбуке пост о нашем кинематографе. Вы очень грамотно все расписали. Я до конца прочитал. Как говорится, подписываюсь под каждое самое слово. Единственный момент. Назовите мне хотя бы три фильма после распада Советского Союза, которые стоят на уровне того, чтобы их не критиковали. Критиковать будут всех, но которые достойные я могу назвать. Достойные. Во-первых, фильм «Перестройка» Рустама Шуазимова. Во-вторых, «Луный папа» Бахтиру Худуназарова. Это таджик фильм. Хорошо, не «Луный папа», берите «Братан» фильм. Берите второй его фильм «Гош Бак Кош». Это был шикарный фильм. Если кто разбирается в кинематографе, там авторское кино, там кустурица. Вот так вот цветет в кустурица. То есть это у нас очень много. А что вас именно за дело и вы решили написать о том, что… А я скажу, потому что постоянно начинают… Мы все время люди искусства, неважно, кинематограф, музыка, художественное искусство, рекламщики. Люди сталкиваются с тем, что нас все время сравнивают. И сравнивают с клише, вот опять же, с голливудскими, с этими. И меня больше всего поразила фраза на одном из этих я читал, когда… «Да вы хоть 300 миллионов таджикам дайте, они не снимут и хороший фильм». И меня это очень сильно поразило. Я расписал, что если действительно 300 миллионов нам дать, мы ничем не хуже снимем фильм. Когда нам давали деньги, таджикам, мы снимали фильм о Шихризаде, «Джуроохотники Бинархара», «Человек меняет кожу». Да даже эти все Рустамы Сухробы, это было очень давно. Но это опять же… Вот сейчас невозможно. А вы в Косте сколько там было? Какой бюджет? Конечно. Конечно. Это любой этот… «Джуроохотник». Какой был бюджет? Ну, я по цифрам не могу сказать, но это он ничем не уступал ни одному фильму. Потому что это был госбюджет. На все фильмы «Джуроохотник» всегда был один бюджет. То есть проблемы… Сейчас цифры ни о чем не скажут. Потому что перекладывая на инфляцию, там был очень большой бюджет. Потому что мой друг там снимался, Санджар Хамидов, и он этот… Уже тогда… Мы даже… Я даже на пробах… Там же в основном были узбекские актеры. Ну, охотники. Ну что, например, кто узбекский актер? А то Мухаммаджанов узбекский актер. «Джуроохотник». Вот он был… «Тагая». 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 Я сейчас… У нас в стране пока еще не та ситуация, где можно распределять людей по категориям. Нас так мало. Поэтому мы все, когда встречаемся, мы все начнем друг другу свои мысли выпаливать. Вот сейчас я работаю… Как я его не знаю… Вот зовут… Вот мне нужно собрать звук. Вот для этого фильма. Он называется… Жил такой… Я даже не знаю, как он называется. Пока еще титров нет. Вот пока мне только дают картинку, если увидеть, я должен вот на эту картинку собирать звук. А у вас проблем не будет, то, что вы показываете, пока не готовы к фильму? Ну, вы же не увидели ничего. В Британии провели… Этот… Ученые провели исследование, где… Я сейчас буквально в двух словах постараюсь объяснить. То есть, они собрали людей, которые работают в сфере музыки и провели с ними исследование, почему они чаще всех депрессируют. И чаще всех, оказывается, депрессируют именно музыканты. То есть, люди, которые играют, поют, а те, которые, допустим, звукорежиссеры, аранжировщики, они меньше. И один из… там несколько самых моментов, откуда исходит депрессия, да, у них… И самый основной момент, из-за чего они депрессируют, это то, что музыку до сих пор не считают то, что это профессия и не считают то, что это работа. Нет, 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 нет. Это не из-за этого. Видимо, так сказать, насчет депрессии полностью согласен. Я сам был в депрессии пять лет. Из-за чего? Из-за того, что иссяк источник вдохновения. Из-за того, что не приходит новых идей. Вот из-за этого больше всего… И это не только музыканты, это художники, рекламщики, кстати. То есть, когда человек творческий, твой путь строится на новых фишках. Хорошо. Как вы вышли из депрессии? Семья. Помогла семья? Помогла семья, да. Моя любимая женщина, она была, она является моим другом. То, что она меня как бы в себя дала. И то, что мне надо было, как сказать, быть кумиром своих детей. Я себе поставил цель, чтобы, например, ребенок или дочка всегда говорила, это мой папа. Вот, как я всегда говорил, это мой папа. У меня папа был академик, там, мама, вот, худора мать. И вот, поэтому, вот, именно это меня вывело из депрессии. Я стал уже работать, я стал уже другим, я стал заниматься монтажом видео и писать рассказы. И уже вышел из этой музыкальной. То есть, хотя музыкой я все равно занимаюсь. Вы хотите по наследству своим детям, ну, далее, как вы видите? Я не то, что хочу, я к этому стремлюсь. У меня сын уже учится в специализированной школе, играет на кларнете, пишет рассказы. Он уже довольно... А ребенок, дочка моя, она хоть и быть медиком, но она уже тоже по наследству, только по маминой. У нее мама медик, там все медики, а у нас все, как бы, архитекторы, художники. Вот я один музыкант. Вы хотите, чтобы он стал знаменитым музыкантом, как вы? Да, я стремлюсь к этому. Я хочу, чтобы он меня в больше пошел. Если я добился только в Таджикистане, я хочу, чтобы он хотя бы в России добился или там... А это его не изменит, как человек? Да все может изменить, как человек. Завтра он косяк с друзьями покурит или носовой, он вот тут же изменится. Так что я этого не боюсь. Это уже зависит от того, как, насколько сильно и насколько хорошо я воспитывал детей. Деньги меняет людей? Обязательно. В какую сторону? В любую. В некоторых людях от того, что много денег, появляется вот эта, как сказать, щедрость появляется. У некоторых больше появляется... Вот, конечно, вот смотри, вот у каждого Бог нас создал, и даже не Бог, скажем так, мы созданы в единичном балансе, правильно? У нас все одинаково. Когда человек начинает качаться, у него появляется больше сил, естественно, что-то уходит у него. Не может все вместе качаться, правильно? Он накачивается, значит, от того, чтобы удержаться на плаву, он вынужден поменять свое поведение в мире и свое положение. Это же физический закон, правильно? От того, что он перекачался, значит, он не может уже быть так, как не накачанные люди. Соответственно, это менять то же самое деньги. Когда у тебя нет денег, у тебя одни мысли. Когда у тебя появляется денег, у тебя другие мысли. Что вы больше всего цените в людях? Честность, чувство юмора и преданность. В конце каждого сюжета мы проводим блиц, где... Ну, я это называю детектором. Как бы идет сравнение. То есть, я даю два варианта выбора. Вы можете отвечать быстро, но не коротко. Это на ваше усмотрение. И первый вопрос. Радио или телевидение? Радио. Радио, потому что оно дает возможность воображать картинку, самому строить. То есть, когда говорит человек, мы сразу видим, кто увидим блондинок, кто представляет его корейцам, кто представляет его неграм. То есть, поэтому телевидение оно более прибивляет. Хотя по мощности телевидение оно намного. Но я выбираю радио. Окей. Ловкость пальцев или хороший слух? Ловкость пальцев. Это из-за того, что вы гитарист? Не только. Потому что вот друзья меня называют рукожопом. Потому что я ничего в жизни сам не прибил. Я не могу прибить, я не могу это. Но играть, благодаря тому, что я научился более-менее играть, это уже это. Быть в топе лучших певцов или спокойная семейная жизнь? Быть в топе лучших певцов. А где любовь к семье, которая вытащила вас из депрессии? А это абсолютно разный вопрос. Потому что быть в топе певцов, это значит, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А быть семьей можно быть и в топе. Это показал и Ози Осборн, и я. Мы здесь одинаково. Мы женились из первого раза вместе с одной женой идем, вот с одной семьей. Это круто. Я считаю, да. Я считаю, так должно быть. Гитара или здоровье? Гитара. Гитара. Потому что здоровый человек сейчас очень много, а гитаристов очень мало. Я здоровый имею ввиду, не болезнен, ничего. Ну вот, все это на меня. Кривой, косой, жирный, толстый, зато играю на гитаре. Внимания хватает? Да и... Все хватает. У вас есть кумир? Да. Пол Маккартник. Оказавшись перед ним, что вы ему скажете? Пол Маккартник. Во-первых, я пожму ему руку. А во-вторых, сказал, послушай мой новый трек. Как тебе? Отлично. Я знаю, что он скажет. No, no. It's not beautiful. В принципе, все. Друзья, это был Фирус Хакимов. Я Йод Горис Ломбеков. Офигенно. Спасибо.